Я рада приветствовать вас на 7 уроке школы вязания Наша пряжа. Сегодня мы посмотрим, как вязать соединительные столбики и как вязать по кругу. Итак, я наберу цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мне нужно работу соединить круговой ряд с помощью соединительного столбика. Для этого я крючок ввожу в первую петельку набранную, подхватываю ниточку и провожу ее через вот эту первую петельку и через петлю на крючке. Это был соединительный столбик. Таким образом я соединила работу в круговой ряд. Далее я все действия буду вязать по кругу. Например, нам нужно в центр провязать 8 столбиков без накида. Я делаю петлю подъема и вяжу 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я провязала. Далее мне снова нужен соединительный столбик. То есть я снова соединяю круговой ряд. Вот наша воздушная петля подъема. Вот наш первый столбик. Ввожу крючок в первый столбик. Подхватываю ниточку и протягиваю ее через первый столбик и через петлю на крючке. То есть я соединила работу в круговой ряд. Затем провязала один первый ряд и снова соединила работу. Далее пускай нам нужно вязать столбиками с накидом. Вяжем ряд по 2 столбика с накидом в каждую петельку. 2 петли подъема, первый столбик с накидом, второй столбик с накидом. Это в первый столбик без накида. В следующий столбик без накида снова 1, 2 столбика с накидом. Далее у нас третий. Итак, я провяжу до конца по 2 столбика с накидом в каждый столбик без накида. Вяжу 2 столбика с накидом в последний столбик без накида. Есть. Вот у меня второй ряд. Начало ряда, конец ряда. Теперь соединительный столбик. Пропускаю петли подъема, ввожу крючок в первый столбик с накидом, подхватывая ниточку, провожу ее через столбик с накидом и через вот эту нашу петельку на крючке. То есть, снова соединительным столбиком соединила второй ряд в круговой ряд. Теперь обратите внимание, что когда мы делаем петли подъема, при круговом вязании у нас здесь работа будет немного плотнее. Поэтому очень часто первый столбик с накидом заменяют на петли подъема. Сейчас мы посмотрим, как это вязать. Вот первый столбик с накидом я заменю на 3 петли подъема. Не 2 петли, а 3. Вот 3 воздушные петли. Это у меня первый столбик с накидом. То есть, я себе знаю, что это первый столбик с накидом. Теперь я начинаю вязать. Чередовать 1 столбик с накидом в первую петлю. Вот у меня 3 петли подъема. 2 столбика с накидом во вторую петлю. Снова 1 столбик с накидом в первую петлю. 2 столбика с накидом во вторую петлю. Есть, провязали 2. Продолжаю чередовать. 1 столбик с накидом в первую. И 2 столбика с накидом во вторую петлю. До конца ряда. У меня осталось 2 последние петельки. Вяжу снова 1 столбик с накидом в первую петлю. И 2 столбика с накидом в последнюю. Во вторую петлю. 1, 2. Третий ряд. Это вот начало ряда. Вот конец ряда. Мы помним, что вот эти 3 воздушные петли, это мы заменили первый столбик. Значит, соединительный столбик мы будем вязать уже не в столбик с накидом, а в вершину 3 воздушных петель. Вот первая петля, вторая, третья. Вводим крючок в третью петельку. И провязываем соединительный столбик. Таким образом снова соединили круг. Еще соединительные столбики используются там, где нужно нам закрывать петли. Вот, например, у меня есть здесь полотно из столбиков без накида. Если, например, это рукав, и нам нужно справа и слева закрыть несколько петель, мы для этого используем соединительные столбики. Крючок вводим в первую петельку, подхватываем нить, выводим ее и продеваем сразу через петлю на крючке. Это первый соединительный столбик. Снова ввели крючок, подхватили нить, вывели и провели через петлю на крючке. Второй, подхватили ниточку, вывели третий. То есть, фактически, мы не подняли нашу работу, а просто провязали, если нам нужно начинать вязание с центра. То есть, здесь уже, например, мы продолжаем вязать нашим узором. Таким образом, для себя считаем, что эти петли закрыты. Спасибо большое! С вами была школа вязания «Наша пряжа». Спасибо!